Всем огромнейший привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы рассказать вам именно о том, что я себе приобрела за последний промежуток времени, потому что того, что я себе накупила, это просто, это нереальное количество всяких новых вещей. Тут будут и подарки, которые мне привозила сестра, которая приезжала ко мне летом из Канады. Также я напокупала сама себе здесь разнообразных продуктов, и я хотела бы поскорее вам все это показать. И первое, наверное, с чего мы с вами начнем, это будут именно декоративные продукты, потому что у меня их по сравнению с уходовыми гораздо меньше. И давайте покажу вам именно лаки, которые я себе приобрела и которые мне, опять же, подарила моя сестра. Покажу вам сначала те, которые подарила мне именно моя сестра, и это два вот таких вот очень-очень красивых оттенка. Вот этот вот цвет, я его просто обожаю, он очень-очень красивый. Начнем, наверное, все-таки с него. Фирма это Ник, это Нью-Йорк, Нью-Йорк Колор, это 142 оттенок, Pretty Pink, очень-очень красивый цвет, он ложится достаточно ровно. Он ложится, наверное, со второго слоя, он ложится очень-очень ярко, он очень-очень красивый, он достаточно долго держится и прекрасно наносится, и быстро достаточно сохнет. Следующий лак, который подарила мне моя сестра, это был вот такой вот знаменитейший лак от Essie, это Essie в оттенке 754 Int Candy Apple, очень красивый цвет. Единственное, что мне не нравится в этом лаке, он достаточно сильно полосит, но он очень красиво выглядит, если вы нанесете его, наверное, слоя так 3, он действительно очень быстро сохнет, и он очень классно смотрится на ногтях. Следующий лак, который я уже сама себе приобрела, и первый это вот такой вот лак достаточно такого темного оттенка, это Victoria Shoe, оттенок у меня 243, это очень-очень красивый цвет, он такой сливово-баклажановый, очень-очень красивый, сейчас мне очень нравится его использовать именно на осень, потому что он такой теплый. Следующий лак, который я приобрела себе сама, и это был вот такой вот лак от Kiki, он нейтрального оттенка, номер у меня 286, очень-очень красивый, ложится хорошо, где-то с третьего слоя он практически, то есть не видно ногтевую пластину, мне очень нравится, он не полосит, достаточно быстро сохнет. И последний лак, который я приобрела себе сама, это вот такой вот мой, наверное, уже третий флакон от Belvedere, это лак укрепляющий, у меня действительно только из-за этого лака, только когда я пользуюсь им, у меня действительно не слоятся ногти, они нормально растут, они достаточно быстро растут, что для меня в последнее время на самом деле редкость, и он, по-моему, с фруктовыми кислотами. Следующее, что я вам покажу, это опять же привезла моя мне сестра из Канады, и это был вот такой вот очень-очень крутой блеск, выглядит он вот в такой вот упаковке. Это фирма Bonnie Bell, у меня он с привкусом и запахом Coca-Cola только черри, выглядит он вот таким вот образом, в тюбике он достаточно темный, но это не так, он очень-очень классно ложится на ваши губы, он их классно увлажняет, он подстраивается, что ли, под ваш цвет, потому что он действительно не выглядит таким прям красным, он становится на протяжении какого-то времени таким бледно-розовым, очень-очень красивый оттенок, он классно ложится как на губы, он их классно увлажняет, он очень классно пахнет, и, кстати, он с ментовым эффектом. Если нанести его именно на руку, то получается вот такой вот достаточно темный сводч, но на губах действительно он не выглядит именно таким ярким, он более бледный. Далее покажу очередной свой подарок, и опять же подарила мне это моя сестра, и это вот такой вот бронзер, опять же, от New York Color, очень-очень прикольный, я очень хотела. Хотела сначала, на самом деле, от марки NYX, но NYX она не нашла, и привезла мне вот такой. Но он мне очень-очень нравится, и оттенок у меня 725A, Rose Glow. Итак, это вот такие вот квадратики, они разного цвета, здесь 4 цветовых оттенка, 4-цветная такая мозаика, очень-очень классный, я его использую и как скульптор, то есть как бронзер, да, и как румяна, тоже мне очень сейчас нравится, именно такой цвет подойдет в качестве румян. Вот выглядит поближе эта мозаика, и она, у нее не очень сильный пигмент, но она действительно очень хорошо ложится, то есть в определенном квадратике вы можете потереть, и он будет более коричневый, в другом квадратике вы можете потереть, и он будет более розовый. Разница не особо сильная, но как он ложится, это просто восхитительно, мне очень-очень нравится. Следующее, что я вам покажу, это были мною куплены карандаша из Avon, у меня один в сером таком оттенке с блестками, и он называется Smoky Diamond, и черный Black is Black, мне очень нравятся эти карандаши, на руке я их стирала на самом деле просто 2 дня, они не хотели стираться с моей руки, на глазах они держатся тоже неплохо, сейчас, кстати, у меня на глазах именно серый этот карандаш, они хорошо смываются, они, в принципе, не текут в течение дня, если вам подует там ветер или что-то еще такое, в общем, проблем с этими карандашами я не испытываю. Вот таким вот образом поближе выглядят эти оттенки, они не проблемные, и, кстати, они, в принципе, даже очень хорошо пигментированы, вот таким вот образом выглядит серый, сейчас покажу вам сводч на руке, то есть он такой очень-очень темный, но у него есть блестки, я надеюсь, вам видно, и вот такой вот оттенок дает черный, то есть тоже очень-очень насыщенный черный цвет, кстати, этими карандашами вы можете делать как тонкие линии, так и толстые. У меня пойдет именно корректор от Essence, который я себе купила, выглядит он вот таким вот образом, на самом деле хотела другой, но в магазине был только этот, оттенок у меня 0,3, мне нравится этот корректор, он выглядит вот в таком вот, аппликатор у него в виде кисточки, неплохо замазывает, но я все-таки продолжаю искать лучший корректор, мне не очень нравится, как он все-таки замазывает, да, он достаточно светлый, он достаточно хорошо лежит, но все-таки это не идеал. Следующее, что я себе приобрела, это была вот такая вот пудра от Виктории Шу в оттенке 306, мне нравится эта пудра, она действительно очень-очень классно матирует лицо, она светлая, она очень хорошо ложится на кожу, нету какой-то вот такой именно сильной пыли, она не дает, и она действительно классно матирует, и, наверное, матовости от этой пудры хватает, ну, часа на 3-4, хотя пудру я с собой не ношу, в принципе, какая вот с утра накрасилась такая, и хожу в течение дня. Следующее, что я себе приобрела, это были вот такие вот тени, они у меня в не очень таком презентабельном виде, потому что здесь была заклеена именно скотчем упаковка, оттенок у меня 503, это очень красивые матовые тени, здесь есть спонжик, он не очень удобный, я им практически никогда не пользовалась, то есть, ну, пробовала пару раз, понятное дело, чтобы понять, что он на себе представляет, но, по сути-то, он никакой. Итак, здесь два оттенка, один шоколадный, другой такой сливочно-молочный, и сейчас я покажу вам их поближе. Вот таким вот образом они выглядят, они очень хорошо пигментированы, они очень хорошо передаются на именно века, то есть, проблем с пигментацией у этих теней нету, очень-очень красивые, мне очень нравятся, классно подходят для ежедневного макияжа. И также я приобрела себе еще одни тени, но эти тени уже от Essence, очень, на самом деле, я долго мечтала об этой палетке, просто как-то ноги не доходили, на самом деле, до магазина, и я, когда дошла, я увидела эту палетку, и я даже не думаю, ее взяла. Она мне очень нравится, цвета у нее повседневные, то есть, это такие бежево-коричнево-молочные, нейтральные оттенки. Вы с ними можете сделать как и дневной макияж, так и вечерний, просто вот, на мой взгляд, очень-очень классная палетка, я очень люблю такие оттенки, и сейчас же, опять же, покажу вам свочи ее поближе. Как и говорила, эта палетка сделана именно из пастельных оттенков, здесь, на мой взгляд, один только матовый цвет, а остальные такие более шиммерные, что ли. Здесь нету никаких таких ярких блесток, но чисто матовый оттенок здесь только самый темный, это вот этот вот коричневый. Итак, это самый светлый молочный оттенок, это такой более уже, мне кажется, кремовый оттенок, очень красивый, то есть, вы видите, что у них присутствует некий шиммер. Вот это вот тоже не менее красивый именно коричневый цвет, тоже, видите, у него шиммер. И вот он, который самый матовый, видите, что он уже не так блестит, как все остальные. Тени держатся хорошо, тушуются хорошо, лежат на веке тоже очень-очень хорошо. И последний продукт, который я себе приобрела, и его я отношу именно к декоративным таким продуктам, это были вот такие вот салфетки для снятия макияжа. У меня от Премиал, купила их в самом обычном магазине, и на самом деле вот эти салфетки мне очень нравятся, они очень приятно пахнут розой, они, в принципе, хорошо снимают макияж, не до конца они снимают именно тушь с глаз, но эффект от этих салфеток мне очень-очень нравится. Не то, что предыдущий мой опыт с литуалевскими салфетками для снятия макияжа, вот эти классные стоят недорого, мне очень нравятся.